Всем привет! У нас вечер, я опять в этой кофте. Мне хочется её надевать, когда я начинаю съёмку, потому что мне постоянно не нравится моя прическа, и мне хочется надевать капюшон. Утро наше началось с того, что ко мне в комнату вошла Надя с яблоками и с подарком от Тани из Германии. Мне как раз снился сегодня Макар, причём это был очень странный сон. Мне приснилось, что он здоров, он разговаривает, я иду, обнимаю его за плечи и чуть не рыдаю от счастья. Ну вот, что с ним всё хорошо, что он выздоровел. У Макарова, моего племянника, у него аутизм. Он находится в Германии практически с начала войны. И, по сути, наверное, моей сестре ещё раньше надо было туда с ним уехать, ещё до войны, потому что там есть специализированные учреждения, школы специальные для таких деток, где им хорошо, где для них все условия созданы. И Тане с Макаром, конечно, нужно жить там. Вот такой вот подарочек от Тани передала с утра Надя. Мы с Алисой до сих пор не распаковали, потому что обе понимали, что надо заснять на видео, потому что и Таня это должна увидеть, и вы должны увидеть, а весь день рука не поднималась видео снимать. Я опять наревелась, причём дико ревела с утра. И в этот момент зашёл Костя, он тогда уже вернулся, приехал. Зашёл Костя и спрашивает меня, чего ты плачешь. Он аж прям испугался. Я говорю, ничего. Я не стала ему объяснить, почему я плачу, хотя, по-моему, это очевидно, что я плачу за собакой. Но, понимаете, мы с Костей не привыкли показывать вот эту слабость друг другу, детям. И у нас вообще каждый страдает отдельно. Мы не сядем вдвоём, вместе не поплачем, а каждый себе страдает, и всё. У Кости это выражается тем, что он мне говорит, у меня болит голова, у меня разболелся затылок, я там выпил цитрамон, я полежу. Тоже много времени проводит там у себя на втором этаже. Я уверена, что тоже очень переживает. Я могу поплакать только, когда Алиса спит, ну, либо когда она с Костей на втором этаже. Сегодня она спала очень долго, поэтому я смогла наплакаться, но, к сожалению, это успел засечь Кости. Потом меня почему-то понесло на OLX смотреть самоедских лайк. Я не собираюсь брать щенка такого, как Умка, но мне хотелось посмотреть, бывают ли вот похожие именно на Умку, потому что все говорят, если вы возьмёте, это будет уже не Умка, это уже будет другой, я это тоже понимаю. И вы знаете, когда я открыла OLX, я нашла одну собаку, в два раза сфотографированную копия Умка, полностью, полная копия. Если бы я увидела эти фотографии, я бы подумала, что это нашу собаку сфотографировали. Ну, а там продавались её щенки. Ну, не сама эта собака взрослая, её щенки как бы, но вот по фотографии взрослой собаки, я поняла, что в этой породе есть очень и очень похожие друг на друга собачки. Поэтому, если тоска будет совсем уже заедать и будет невозможно с этим справляться, может быть, и есть смысл в будущем будет подумать, завести точно такую же породу, не знаю. Мне очень нравилось, что пёс такой ласковый, такой дружелюбный, такой собака-улыбака-обнимака, просто, ну, не знаю, лучший друг. Очень хорошая порода для семьи. Правда, непослушные, труднообучаемые, но очень и очень любят, очень преданные, очень, ну, одним словом, классные. Следователь сегодня дал Косте своё имя, фамилию, номер телефона. Костя записал. Я не знаю, что будет дальше. Сейчас только начинают смотреть камеры. Там, я уже говорила, там очень много записей, 150 гигабайт получилось. И я тоже всё ещё их пересматриваю. И если хотите, я могу вам тоже показать некоторые моменты с камер. И могу это сделать в следующем влоге. Я сегодня как дурная, я напилась успокоительного уже сегодня, потому что, ну, я рыдала, рыдала и рыдала. Я не могла, просто не могла успокоиться. Я решила, что, так, Лена, всё, пора выпить что-то успокоительное, потому что, ну, потому что. У тебя ребёнок, у тебя ещё другие животные, за которыми надо ухаживать, а руки опускаются, делать ничего не хочется. Ну, наверное, все знают это состояние. Состояние, когда ты впадаешь в ступор. Даже не в депрессию, даже не в депрессию, а когда ты просто не можешь начать что-то делать. Ну, я стираю весь день, закидываю в стиралку, это легко делать. Вынимаю, закидываю новое, а вот что-то более глобальное, я даже за весь день видео вообще не снимала. Я, я не знаю, у меня просто руки опускаются, я ничего не могу, ничего не хочу, но понимаю, что надо. Понимаю, что надо, потому что жизнь продолжается, и чем больше, чем дольше ты будешь в этом ступоре, тем больше ты потеряешь времени, упустишь что-то, что ты должен делать в этот момент. Когда идёт жизнь, у тебя всегда есть, что делать. Например, учить ребёнка, пока она не пошла в первый класс. часики тикают, время идёт, дни идут, она уже должна читать, я думаю, хорошо уметь, она тянется к этому, она сама стремится. Она мне написала слово, принесла на бумажке, говорит, мам, посмотри, я правильно слово написала? То есть она уже сама пытается писать слова, хотя её ещё никто этому не учил. Вот. И я понимаю, что да, я должна заниматься, должна заниматься солисткой хотя бы сейчас, пока мы сидим дома, пока там война нас не вынудила куда-нибудь уезжать и так далее, и тому подобное. Пока есть такие дни, когда мы можем спокойно их провести дома. Мне надо разбирать вещи, разбирать эти кладовки, чертыки. Ну, я не знаю, у меня сегодня голова просто идёт кругом, я вообще не чувствую в себе ни сил, ни желания что-либо разбирать, что-либо делать. Ещё вчера я думала, что я сегодня буду очень много что делать, но плюс у меня сейчас ещё по женскому календарю так совпало, что тоже сложные дни, когда сложно что-то делать. Общалась с девчонками, Настя прислала видео, как она катается. У неё это очень круто получается. Я вообще, я удивляюсь, конечно, Насте, потому что она, когда за что-то берётся, она очень быстро всему учится, очень быстро. Мне кажется, она, если бы захотела, наверное, все языки мира бы уже знала, потому что итальянский она выучила просто за лето, до разговорного уровня, до такого уровня, что она с носителями языка свободно общается в Италии. Вот они ей позвонили, она свободно болтает, причём даже не за три, она выучила его за месяц. Но я считаю, за три она научилась уже хорошо, ну как бы им владеть, именно на уровне носителя. А выучила язык она за месяц, представьте. Поэтому когда-то я ей советовала пойти в университет языковой, ну я хотела на английский, чтобы она учила английский. В школе у неё ещё был испанский, тоже довольно легко ей давался. Но английский вообще, она тоже очень шикарно знает, она фильмы смотрит на английском языке. Готовить умеет вкусно. Бармен она у нас, с гор катается хорошо, рисует красиво, языки очень легко ей даются. Ну, в общем, очень много у неё талантов есть. Скорее всего, ещё о каких-то я не знаю. То, что не видела, может быть, она, например, плавает хорошо. Ну, то, в чём она себя не пробовала, скажем так. Она же не ходила там профессионально на плавание, например. Вот, или на танцы. Может быть, у неё ещё бы какой-то талант проявился. На руках она ходить умеет. То есть тоже, в принципе, гибкая, очень гибкая. В общем, мне кажется, что талантливый человек талантлив во всём. Есть даже такая поговорка. Вот. И вообще, главное желание и мотивация, знаете. Мне кажется, самое главное желание у человека вообще должно быть счастливо жить. Мурочка. Мурочка. Мурочка сегодня со мной тоже весь день. Вот это вот я валяюсь, знаете, приходит вот так вот прямо ложится сверху, вот так вот ко мне щёчкой прижимается, такая мурлейкает. И меня это всё равно не сильно утешает, но я, конечно, её обнимаю, радуюсь, что она приходит. Но, честно вам скажу, мне хочется ещё какое-то время со своей кошкой и малышкой провести. И я сейчас разрабатываю план, как бы мне её поселить у себя в комнате. Тут проблема в том, что, во-первых, малышка очень сильно боится. Ну, вот, например, заходит Костя в комнату, она уже под кроватью. Если чужой человек вообще приходит в гости, её вообще, может быть, весь день не видно, но она вот прячется. Она очень боится чужих людей, она очень боится наших кошек, потому что они на неё нападают, поэтому она живёт на втором этаже, там, в своём уголке. Вот. И я обдумываю, как бы мне её так поселить в комнате. Есть ещё третья проблема, она может написать там, где не положено. То есть она может не в песочек пойти, а вот если её оставить у себя ночевать, на утро ты проснёшься, и у тебя может даже на ковре быть лужа или под кроватью, понимаете? Ну, понятное дело, что, учитывая вот именно этот третий пункт, я её не оставляю спать в комнате, потому что у меня ребёнок здесь живёт, и мы такого не допускаем, чтобы кошки ходили в туалет, где не положено. У нас такого просто нет. У нас есть очень много тазиков, у нас они постоянно меняются, и меняет Костя опять-таки, да, он всё это покупает, притаскивает, меняет, блин, спасибо ему за это, потому что реально дома запаха нет. Он очень часто это делает, много тратит на это денег, и мне даже перед ним в какой-то степени неудобно, потому что, в принципе, всех котов заводила я, и тех, что с улицы подбирали, и тех, что родили наши Мира и Маня, и я оставила. Вот, и мне, конечно, перед ним, ну, неудобно, но, блин, у нас ни одного кота такого нет, которого можно было бы кому-то отдать. Они все настолько классные, настолько наши, каждый со своим характером, что, ну, мне кажется, даже он бы сейчас не... Если бы ему предложили кого-то забрать, он бы не решил, кого он может отдать. Ну, вот разве что Маню он бы сказал, потому что Маня, она самая такая... Как вам сказать? Характер у неё такой, она ходит, то Манюню начнёт бить, то Малышку начнёт бить. Ну, такая она со своими котятами хорошая, то есть вот Бамбана, Мурку, она до сих пор своими детьми помнит, со всеми остальными котами она такая... Как же это сказать? Даже не то, что злая, она какая-то подлинненькая. Она потихонечку может подойти, под крас. У меня было такое вот вчера, что у Алисы на кроватке под простынку кто-то из кошек залез. И, кстати, так и не глянула, кто это был. Так вот, она подошла, постояла рядом, а потом как улупила лапами, и там внутри кошка под простынью зашипела. Я Маню просто выгнала, говорю, брысь, ну, в общем, наругала, её выгнала, и я даже не посмотрела, кто это был. А вдруг это вообще был кто-то из детей Мани. Она же не видела, кто там. Хотя она по запаху, наверное, различает. Так что, ну, в целом у нас с кошками всё хорошо, всё отлично, запаха дома нет. Но проблема с малышкой, потому что, ну, реально она такая ласковая, она хочет быть. Вот она бы со мной спала бы с удовольствием, она бы меня обнимала, как шарфик. И она старенькая, ей уже 13-14 лет, понимаете? Я прекрасно понимаю, что этой кошке скоро не станет, потому что она старенькая. И мне хочется успеть уделить ей внимание, дать какую-то ласку тоже. Вот то, что ко мне Мурочка идёт, это хорошо, конечно, потому что, ну, она максимально себя ведёт похоже на Маху. Вот она там за мной ходит, со мной лежит, мурлыкает. Это очень приятно, но я всё время переживаю за то, что у меня малышка старенькая, и я не успею дать ей эту любовь. Вот так, как с Умкой. Я всё время думала, а то сейчас мне надо сделать то, сейчас мне надо сделать всё. С Умкой возились Катя, с Умкой возился Костя. Я всё время очень сильно хотела с ним и погулять, и побегать, и где-то с ним пройтись далеко, знаете, в лес его с собой куда-то взять. Но мне на это не хватало времени. Я думала, я ещё успею, успею, успею. Вот вам и успела. Всё, что я успела, это иногда по вечерам приглашала его домой, угощала творожком, иногда во дворе его гладила. Но это не то, чего я хотела. Я хотела гораздо большего. Вот, и поэтому теперь, я думаю, надо успеть и стареньким кошкам дать внимание. Лапуся, у нас самая старая кошка, чёрная, это Настина, и малышка. Они одинаковые по возрасту, и Лапуся живёт у бабушки. Лапуся хорошо, она там единственная, обласканная, она поправилась, потолстела. Она у Насти была гораздо худее. У бабушки она так раздобрела, и выглядит она, между прочим, очень даже молода. Не скажешь, что ей там уже 13-14 лет. Ну и малышка, кстати, тоже не скажешь. Она не выглядит какой-то там уже старой, облизлой кошкой. Она очень красивая. Но, тем не менее, я переживаю, хочу успеть провести с малышкой то же время, пока она жива. У меня идея такая. Надо ей какой-то обустроить уголок, типа домик, который будет закрываться, и туда поставить тазик, и наблюдать. Ну вот, чтобы она в этом домике как бы сидела. Может быть, даже здесь у меня в комнате, чтобы я видела. Как только она сходит в тазик, её можно выпускать, чтобы она ходила по комнате. Ну, понятно, если она сходила в туалет, то она уже нигде ничего не сделает. Ближайшие там несколько часов, да? Чтобы она ходила по комнате, всё, там спать с ней в обнимочку, потом опять сажать её в этот домик. И в домике, я думаю, надо обустроить лежанку, туалет и миску с едой и водой. Я сейчас вот думаю, как это реально бы сделать. Так, чтобы забрать её к себе в комнату, и чтобы ещё другие кошки её не могли достать, не могли зайти в этот домик. Вот. Может, у кого-то есть какие-то идеи, как бы мне это сделать. Тут у меня есть пространство под кроватью Алисиной. Я теперь боюсь там делать домик для детей, хотя им очень нравилось. После того, как мышку тут увидела, я её сто лет уже больше не видела. Вот тогда я её видела, пару дней её слышала, потом я её вот это увидела. И после этого я уже очень много, ну, несколько месяцев уже, наверное, я её не слышала и не видела, но я всё равно боюсь, что мы там настелим матрасы, одеяло, а вдруг она придёт. Ну, как бы для детей это вообще недопустимо. Я не хочу, чтобы у них был контакт с мышкой. Поэтому место под домиком пустое. И как раз там можно оборудовать какой-то дом для малышки. Ну, мышка кошке уж точно не зайдёт. А если зайдёт, то об этом пожалеет. Не, ну я говорю, мышка не приходит больше. Я не знаю, её Мира караулит постоянно там в ванной. Мира здесь ночует постоянно. И я думаю, что поэтому. В общем, пишите ваши идеи. Немножко поболтала с вами, рассказала. День так ни о чём. Сейчас Алиса придёт, она там с папой наверху во что-то играет. Придёт, и мы распакуем подарочек от Тани, от Алисиной тёти, от моей сестры по отцу. У моего папы есть я от первого брака. То есть он женился на моей маме, родилась я. Потом он нас с мамой бросил, когда мне было 4 месяца. И пошёл женился на тёте Люди. Тут же они родили Таню, мою сестру, и моего брата Костю через 3 года. Нет, не через 3, через 2, наверное. У меня с Костей разница 3 года. Три. А с сестрой полтора. При этом у нас разные мамы и один отец. А потом у него третья жена. Появилась тётя Оля. То есть он из той семьи тоже ушёл. Но там я уже не знаю, кто был инициатором. Потому что он там с ними жил подольше, конечно, чем с нами. С моей мамой он жил, пока мне 4 месяца исполнилось. А с ними он жил... Мы в гости уже к ним приезжали. И они уже были дети большие. Ну, там уже ближе к 10 годам. И он всё ещё был женат с тётей Людой. Вот. Ну, правда, тоже как-то так. Мы больше виделись с тётей Людой, с братом, с сестрой. Папа никогда не было дома. Где-то он ходил. Я как-то в детстве, глядя на их жизнь, даже думала хорошо, что папа с нами не живёт. Ну, уже когда постарше стала, я больше понимала. Он никогда не был злым человеком, плохим человеком. Ну, вот какой-то такой, не знаю, безответственный, что ли. Пил. Ну, не знаю. Он на флоте служил. И где-то оттуда у него началась ещё вся эта история. Вот. Я папу не осуждаю. Ну, как бы я не хочу про него сказать плохо сейчас. Потому что это как бы уже дело времён его молодости. И, может быть, он сейчас уже изменился. И, насколько я знаю, он старается. Насколько я знаю, он сейчас не пьёт. Вот. Тётя Оля во многом этому поспособствовала. И, ну, не знаю, ошибки молодости, наверное, у всех какие-то могут быть. Вот. Поэтому я не берусь кого-то судить. Что было, то было. Вот. Ну, то, что мы, конечно, все недополучили отцовской любви. И я, и Костя, и Таня. И все в какой-то обиде на него. Ну, поэтому никто толком не хочет с ним общаться. Ни Таня, ни Костя. Ну, и папа как-то сильно не стремился никогда к общению. Вот. И когда я была маленькая, даже было такое, что тётя Люда его приводила к нам домой. Вместе с Таней и Костей. Потом я там сама к нему начала ездить, общаться. Ну, как-то так. Уже как есть, так есть. А сейчас он в Норвегии. Мы созванивались сегодня. Мне его жалко даже стало, потому что сначала он был в каком-то лагере. Потом его сегодня переселили в другой город, в общежитие. И он весь охрипший, в очках, лежит на двухспальной кровати на нижнем этаже. На верхнем этаже другой мужчина. И я спрашиваю, ну, как у тебя дела, нравится ли тебе там? Он говорит, ну, люди хорошие, люди тоже с Украины. Вот. Все хорошие. Говорит, тоже все поболели. Такой охрипший-охрипший голос. И говорит, лекарства все по рецепту. То есть он даже полечиться не может так, как привык в Украине. Очень тяжело, вот, когда ты привык реально жить в Украине. И ты заболеваешь. Вот ты идёшь в аптеку, ты что хочешь можешь себе взять. Леденцы от горла, пшикалки для носа, пшикалки для горла. Капли для ушей, ну, всё, что хочешь. А если тебе надо к врачу, ты можешь день в день вот так позвонить в частную клинику. Мне надо сегодня попасть к терапевту. Хорошо, приходите на 15.30. Мы вас записали. Приходишь, платишь денежку, тебя смотрят. Мы привыкли к этому. У нас есть чуть ли не круглосуточная медицинская помощь. Там такого нет. Там нет такого. Я, когда болела Алиска, я даже не могла что-то для горла найти, чтобы горло меньше болело. Там вот всё нурофен, нурофен, нурофен. Но говорят, что там и дольше живут из-за того, что меньше химии принимают всякой. А у нас люди иногда глотают всё подряд, сами себе прописывают. Ну, как бы не врачи, а люди сами себе. У нас такое бывает. Поэтому я не знаю, где оно правильнее. Ну, комфортнее, конечно, здесь. Потому что вот у него там пломба ещё выпала. Я говорю, о, папа, зубы там полечить вообще нереально. Зубы сюда все едут лечить. Ну, наши. Кто наши там, они все едут сюда, потому что там очень дорого. Ну, в общем, как-то так. Пока что ему там не сильно сладко. Вот оно видно. Ну, посмотрим, как будет дальше. Он мне написал, что соскучился по Алисе. Хочет её увидеть. Я её привела. Они пообщались по видеосвязи. Вот она ему говорит, давай я тебе зубы полечу. У неё как раз был этот наборчик. Она как раз лечила тут зубы куклам. Взяла этот наборчик, протянула к этому экрану. Говорит, давай я тебе зубы полечу. Вот так и пообщались. Как чувствует себя Алиска? Температура у неё 37,1 была с утра. Вечером 36,9. Кашель остаётся. И он очень редко у неё бывает. С носом плохо. С ушами плохо. Уши закладывает. Я её спросила. Говорю, Лисюш, ты когда кашляешь, тебе что? Носик, горло или где-то вот здесь? Что тебе даёт кашель? Потому что не можем понять. Этот мокрый кашель уже очень долго. Дней 10 уже, наверное. Она говорит, у меня щекочет в горлышке, когда я кашляю. И я понимаю, что это таки связано с носом. Вот у неё начинает стекать там по задней стенке. И оно начинает ей раздражать горло. Она кашляет. И мокрый кашель получается именно из-за того, что там вот что-то стекает. Так что я думаю, что кашель действительно связан с носом. Доктор был прав. Ну, я активно. Я сейчас нос лечу. Я даже начала мазонексом опять брызгать. Это гормональный препарат. Но когда увеличивается аденоид, и вот так хрипит в носу, как у неё, без этого никак не обойдёшься. И Лор говорила, не бояться этого препарата. Всем привет. Пришла Лисюшка от Кости. Сейчас будем открывать этот подарок. Ну, то что Алисе. О, Алисе написано. Сердечко. Я даже не видела. Кстати, а ещё мне сделала подарок Серёжа. Там написано, Алиса, люблю маленькое сердечко. Да, Алиса нашла. Почти так же. От него такой же нашла рисунок. Смотри, надо вот это сначала развязать. Я постараюсь. Скажи, от кого тебе подарок? От моей тёти. Это сестра мамы. Правильно. Тётя Таня из Германии. Тётя Таня из Германии. У неё ребёнка проблема. Из-за этого он не может говорить. Твой двоюродный братик, да? Да, мой брат это. Двоюродный Макарчик. Да, Макар. Это мой брат. Давай ему привет передадим. Давай. Да. Макар, передаю тебе привет. Поздравляю с Новым Годом. Пусть Макар тоже посмотрит. Так, открываем. Похоже, это большая комфета. Я там что-то чувствую. Ну, что-то там точно есть. Да. Давай, наверное, неси ножницы. Не можем мы справиться. Мармеладные бабочки. Мармеладные бабочки. Ещё что-то. Мармеладные бабочки. Мармеладные бабочки. Ну, ух ты, Мишка. Шоколадные мишки. Вот такой вот кашель. Какие красивые шоколадные мишки. Просто симпатюлечки. Я думаю, очень вкусные. И вот это ещё что-то. И вот такая ёлочка. Наверное, это тоже конфетки. Тут написано. Мы желаем тебе счастливого Рождества. You wish you a Merry Christmas. На английском. Смотри, ты чтобы открыть, внизу нужно открыть. Вот этот надо скотчик сначала отлепить. Чтобы ёлочку не ломать, не ломать ёлочку. Подожди. Да, отлепляй скотчик, а потом оно открыть. Конфеты. Вау. Я хочу всё открыть и съесть. А ты ужинала? Да. Я ела два сырка и два йогурта. Это не ужин, это перекус. Мама. Это так, полдник. Посмотрим, что с конфетки. Это шоколад. Шоколадные конфетки? Спасибо, тётя Таля. Как раз хотели что-то сладенькое, и магазины уже закрыты. Больше всех я хочу съесть у тёти Таля этих мишек. Мишек. Помнись, ёлочкой, вылезай. Ещё одну помни, я её хочу назвать помни. Помню, это пропала цирка. Сейчас я съем голубую помню. И говноватую. А ну, она там в середине тоже мишка? О! Да шо ж такое с этим кашлем. Да, тоже как мишка, и с глазками даже. А ну, пробуй, мишка. Это киндер-шоколад. Ух ты, он молочный. Это киндер-шоколад. Ну, похоже, да. Это не киндер-шоколад. Тут же не написано было киндер. Это какой-то шоколад такой из Германии. Так, ты много смотри, не налупайся. На ночь гляди. Спасибо, тетя Таня. Очень вкусно. Это сердечко? Спасибо. Теперь попробую мармеладный панкет. Ух ты, всё надо перепробовать. Только это не мармеладный. Ясюш, это желейные. И они так вкусно пахнут. А у тебя оно слышит? Ты слышишь, папа? Маш дышит. Да, у неё что-то, видимо, раздражается в горлышке. От шоколада. Ты какую бабушку съела? Беленькую. Слушай, какие интересные. Я у нас таких не пробовала. А я оранжевую съела. Я только хочу белую. Попробуй. Желенькую попробовать. Надо и красненькую. Так, подожди, ты хоть на витаминки. Слушайте, конфеты и желейки в Германии очень вкусные. Подходит веганам. Only через желатин. Какой-то желатин хороший. Без пальмового масла. Это, наверное, сделано с любовью. Натуральные ингредиенты. Короче, классные желейки. Хорош. Продолжение следует... Продолжение следует...